Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Сегодня есть, по крайней мере, вся документация на реконструкцию данного водозаборного узла. В округе повысят качество воды за счет реконструкции водозаборных узлов. Подробнее расскажем в выпуске. День защитника Отечества – это праздник всеобщий. Понятно, что сегодня не бросая ситуация в мире. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся в Люберцах. Этих предметов у нас много и разнообразных, начиная от больших предметов, как шкафы, радиоприемники, столы, стулья. Об экспозиции «Советский быт», представленный в Музее истории и культуры поселка Малаховка, смотрите в сюжете. Противник сегодня был очень хороший, подвижный, жесткий, но где-то ему не хватило функциональной подготовки. В округе завершились всероссийские соревнования по боксу среди мужчин. А теперь обо всем подробнее. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах, проделанной за отчетный период работы. На встречу побывали мои коллеги. 2400 обращений поступило на минувшие недели в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое. Из 46 возбужденных уголовных дел 37 раскрыто по горячим следам. На территории обслуживания ведомства произошло 219 ДТП, в результате которых пострадали два человека. Личный состав работает в усилном варианте несения службы для охраны общественного порядка. Готовимся к праздникам совместно с администрацией, где будут проходить мероприятия. Все будет организовано по мобилю. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло два возгорания. Происшествия обошли стороной городской округ Люберцы. Один пожар зафиксирован в Лыткарине, второй в Котельниках. Бесперебойно и в штатном режиме работала и система ЖКХ. Аварийных отключений не было, а все плановые работы идут по графику. Также ведется замена лифтового оборудования в городском округе Люберцы. На данный год запланирована замена 37 лифтов в 12 многоквартирных домах. На данный момент в работе 6 лифтов. Это управляющая компания ЛГЖТ и управляющая компания «Содействие». В ходе оперативного совещания рассмотрели жалобы и обращения, поступающие от люберчан. Жители поселка Коросково просят произвести ямочный ремонт на улице Кассезе. Из-за погодных условий особого внимания требуют места подтоплений. Также жители городского округа подают сигналы о несанкционированной торговле. В Томильно на улице Гоголя необходимо пресечь несанкционированную торговлю. На улице Смирновской необходимо восстановить целостность остановочного павильона. На 65 лет победы улица в Люберцах привлечь к ответственности хозяина торгового павильона, организовавшего там бардак, мягко будет сказано, вокруг и поблизости. В проделанной работе отчитались также представители экстренных служб и здравоохранения. В городском округе Люберцы продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Более 250 тысяч жителей муниципалитета уже прошли все этапы иммунизации. Владимир Ружицкий провел очередную встречу с жителями. Вопросы главе округа и его заместителям задавали по телефону прямого эфира и посредством социальных сетей. Какие вопросы волнуют Люберчан узнали мои коллеги. Основная тема диалога с жителями – строительство объектов социальной инфраструктуры. Детские сады, школы и поликлиники должны находиться в шаговой доступности. В этом году в округе введут в эксплуатацию пять социально значимых объектов. Это детский сад на 360 мест в микрорайоне Зенина. Школа на 825 мест – это город Люберцы, улица Урицкого. Поликлиника на 600 тысяч рублей в смену, а также станция скорой помощи на 4 машинные места в микрорайоне Зенина. Также мы в текущем году откроем детскую поликлинику на 150 тысяч рублей в смену на улице 8 Марта. В жилом комплексе Томилино-Парк всего один детский сад. На всех мест не хватает. Но это вопрос времени. Ситуация в микрорайоне скоро изменится в пользу жителей. В данном жилом микрорайоне планируется строительство трех детских садов. Первый мы начинаем в текущем году со сроком завершения 23-й год. Это садик на 360 мест. Далее, следующий садик идем в 24-м. И, соответственно, крайний третий сад идем в 25-м году. То есть, соответственно, обеспеченность данного микрорайона детскими садами будет полномобильной. Один из ключевых вопросов, который волнует жителей округа, когда в поселке Октябрьском построят поликлинику. Ее возведут в рамках государственной программы Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры. Поликлиника будет на 500 посещений в смену смешанного типа для детей и для взрослых. Приступают в этом году к проектированию поликлиники. И 25-й год окончания ее комплектования оборудования и окончания строительства. Скоро в округе приступят к строительству дороги, которая свяжет Лыткарина и Железнодорожный. Трасса пройдет через Тамилина и Красково. Завершить работы планируют в 2025 году. Третий московский центральный диаметр пройдет через Люберцы. Добраться в Москву и Раменское из округа будет быстрее. Новый МЦД – это 14 станций с пересадками на метро, МЦК и пригородные поезда. МЦД-3 уже приступили к проектировочным работам. И срок реализации с 22 по 26, по-моему. Также на встрече обсудили вопросы ремонта дорог, благоустройства дворовых территорий, незаконное проживание в квартирах мигрантов и некачественное оказание услуг управляющей компанией в ЖК «Кореневский форт» и «Малая Павлина». По всем вопросам будут приняты соответствующие решения. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В этом году в Люберцах начнется реконструкция двух водозаборных узлов. Один из них расположен в Малаховке, а второй – на улице поселок Калинино. Результатом проведенных работ станет чистая вода в домах городского округа. На одном из объектов, где готовятся к реконструкции, побывали и мы. Водозаборный узел на улице поселок Калинино построили в 1985 году. За почти полувековую историю здесь проводили только плановые профилактические работы. Сейчас пришла пора для масштабного вмешательства. В апреле начнется замена фильтровального зала и установка системы для обессоливания воды. Это даст возможность подавать населению качественную питьевую воду, соответствующую всем нормам СанПИН. И функционирует бесперебойно. Сейчас настало время просто в свете современных событий, требования к качеству воды. У нас настала пора приступить к реконструкции. Разницу в качестве главного жизненного источника почувствуют около 17 тысяч жителей городского округа. Это станет возможным благодаря участию Люберец в губернаторской программе «Чистая вода». Сегодня есть, по крайней мере, вся документация на реконструкцию данного водозаборного узла. Я думаю, что мы в ближайшее время проведем конкурсные процедуры. На реализацию проекта потратят около 175 миллионов рублей. И 30% этих денег выделят из бюджета городского округа Люберцы. Остальные расходы берет на себя правительство Московской области. Ожидается, что реконструкция завершится к концу следующего года. Владимир Ружицкий посетил предприятие по изготовлению мебели. Глава округа познакомился с производством, пообщался с руководством и рабочими. Какие этапы производственного процесса выполняет мебельная компания «Мистер Дорс» в Малаховке, узнала и наша съемочная группа. Данесли на оборотную сторону пленку. Андрей Стулов трудится на предприятии с 2004 года. Пришел сюда еще студентом. Работал обрезчиком изделий. Вскоре пошел на повышение. Его назначили бригадиром прессовщиков. Производственный процесс знает хорошо. Деталь сейчас красится. Она потом уходит у нас в покрасочную сушку. Деталь сушится. Потом она у нас идет опять на шлифовку. А на шлифовке сносят, грубо говоря, мелкий слой и опять начинают выносить эмаль. Это нужно для того, чтобы эмаль держалась на протяжении многих лет. Изделия с эмалевым покрытием обрабатывают почти три недели. После того, как отдел технического контроля проверил и поставил свой штамп, деталь отправляют на упаковку. А дальше клиенту. В месяц на предприятии изготавливают более 10 тысяч фасадов с эмалевым покрытием и около 4 тысяч с покрытием пленкой ПВХ. А ведь 25 лет назад все начиналось с двух станков, на которых мастерили шкафы-купе. Один за 48 часов. Вот так мы начинали. С первого цеха в 600 метров. А сейчас компания работает почти 2000 человек. И мы превратились в полнофункциональную мебельную компанию, которая делает мебель во все жилые зоны. Основное производство находится в Костроме. Но лоской красоту наводят Малаховки. Планов у компании много. Останавливаться на достигнутом не собираются. Они все время в движении. Отрабатывают технологию. Кстати, технология у них по таким современным мировым стандартам. И поэтому это предприятие себя достаточно уверенно чувствует на рынке. На предприятии в Малаховке работают более 300 человек. Около половины из них живут в округе. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах работает пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецка и Луганска. К благотворительной акции присоединился депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Подробнее в нашем сюжете. Более 100 тысяч беженцев из Донбасса уже приехало в Россию. Ожидается более полумиллиона. На базе общественной приемной Люберецкого отделения партии «Единая Россия» организован пункт сбора гуманитарной помощи. Я совместно с компанией «Кухонный двор» тоже участвую в этой акции. И собрали самое необходимое, то, что было в списках. И надеемся, это поможет беженцам понять, что им здесь рады, что их здесь ждут. И о них будут здесь заботиться. Нескоро портящиеся продукты, консервы, детское питание, подгузники, постельное белье и многое другое отправилось в Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» в Реутове. Там находится общий пункт сбора гуманитарной помощи со всего Подмосковья. На данный момент мы принимаем, в принципе, любую помощь. Но предварительно необходимо позвонить по номеру общественной приемной, обсудить с сотрудниками нашего местного отделения партии, какую помощь собираются поставить, когда привезти. Есть определенный перечень того, что можно привезти. Более 26 тонн гуманитарного груза уже отправили из Люберец. Участниками сбора становятся депутаты, бизнесмены и просто неравнодушные люди. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» – неотъемлемая часть празднования Дня защитника Отечества. Каждый год, 23 февраля, жители городского округа Люберцы собираются у памятника воинской славы, чтобы поклониться павшим героям. Как прошла торжественная церемония на этот раз, расскажет наш корреспондент. После 1991 года этот праздник разделен на «до» и «после». Старшее поколение отмечает 23-е как день Советской армии и военно-морского флота. Потому что армии советской мы отдали и молодость, и жизнь. И выбрали профессию защищать родину. А уже 29-е годовщина, как мы отмечаем День защитника Отечества. Несмотря на то, что название праздника изменилось, его традиции остались прежними. В этот день принято поздравлять всех, кто стоит на страже Родины, и вспоминать героев, погибших при исполнении долга. Первыми цветы к подножию памятника воину-освободителю возложили глава городского округа Люберцы Владимир Ужецкий и председатель Совета ветеранов Юрий Орехов. За ними в сопровождении почетного караула последовали начальник Российской таможенной академии Владимир Мантусов и военный комиссар города Люберцы Александр Ковалев. Память павших защитников Отечества почтили также представители Центрального научно-исследовательского института военно-воздушных сил, ветераны, общественность и молодежь округа. День защитника Отечества – это праздник, который объединяет всех прогрессивных, мужественных людей, которые любят свою Родину и стараются сделать так, чтобы она была могучей, благосостояние было хорошее, стильная, основа, то, чтобы воспитывалось постоянно нормальное, здоровое, патриотически воспитанное молодое поколение наших ребят. С праздником еще раз, дорогие люберчане! Луиза Игия Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ Накануне Дня защитника Отечества в Люберцах состоялся большой праздничный концерт. Со сцены Дворца культуры мужчин поздравили первые лица округа, общественные деятели и депутаты. Музыкальный подарок приготовили творческие коллективы. Подробнее в сюжете моих коллег. Это праздник смелых и мужественных людей, тех, кто защищал нашу Родину на фронтах, кто прошел службу в армии и кто своим ратным и мирным трудом верно и преданно служит Отчизне. Это праздник, когда подвиги людей, защищающих Отечество, вспоминаются. Это очень важно, особенно сейчас в наше время. Я был в Афганистане два года. С ноября 1981 по ноябрь 1983 года командующим ракетными войсками артиллерии 40-й армии. Концерт начался с торжественного выноса флагов Российской Федерации, Московской области и городского округа Люберцы. Прозвучал государственный гимн страны. День защитника Отечества – это праздник всеобщий. Понятно, что сегодня непростая ситуация в мире. Я действительно желаю друзьям моим вам мира, здоровья, благополучия. Сегодня в рядах Российской армии несут службу 512 либерецких парней. Более 700 наших земляков прошли Афган. Около 350 участвовали в первой и второй чеченских кампаниях. Особое внимание участникам Великой Отечественной. В округе в настоящее время проживают 67 фронтовиков. Нет у нас ни одной семьи, которая бы не была связана с вооруженными силами. Кто служил, кто сегодня служит, кто собирается служить, кто работал на военных предприятиях – все мы с вами связаны с армией. Вспомнили в этот день и о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. В память погибших воинов почтили минуты молчания. Вспомнить тех наших россиян и берча, для того этот день был одним из самых важных. Когда они присягу принимали, когда они защищали Родину, и во время войн, и в горячих точках. День защитника Отечества отмечают 23 февраля с 1922 года. Именно тогда, сто лет назад, было подписано постановление Центральным исполнительным комитетом РСФСР. Название праздника менялось исторически, но смысл его сохранился. Это день всех тех, кто защищал, защищает и готов защищать Родину от внутренних и внешних угроз. В Межмуниципальном управлении МВД России Люберецкая прошел чемпионат округа по стрельбе из боевого оружия пистолета Макарова. В нем приняли участие представители силовых структур и муниципальные служащие. Подробнее в нашем сюжете. Мишень будет спортивная, зеленая, не маленькая спортивная, а С4. То есть она будет для всех, расстояние до цели будет 10 метров. В Люберецком округе соревнования по стрельбе проводятся ежегодно. Чемпионат приурочен ко Дню защитника Отечества. В этом году в нем приняло участие 10 команд. Есть также команды и МЧС, есть команды и прокуратуры, администрация, общественного совета, от МВД команды и перечень других команд. Данные соревнования мы проводим совместно с Люберецкой администрацией при поддержке нашего главы Люберецкого района. В каждой команде по три стрелка. Участникам предоставляется три подхода. Первый пробный, а два последующих идут в зачет. В каждом подходе по пять выстрелов. Андрей Малов входит в состав команды МЧС. Для него это первое соревнование. Рассчитываю хотя бы несколько мишеней поразить. Почитал по теории, как правильно пистолет держать, какая стойка правильная. Больше надеюсь на что-то внутреннее, что-то вспомню из службы в армии. В чемпионате принял участие глава округа. Он выступил за команду администрации. Во время прохождения службы в вооруженных силах Владимир Ружицкий много раз участвовал в стрельбах из пистолета и автомата. Главное, чтобы все это не пригодилось в жизни. В преддверии Дня защиты отечества я хотел бы всем пожелать здоровья, благополучия, ну и главное мира. В это непростое, я бы даже сказал, сложное время. Победителем чемпионата стала команда управления вне ведомственной охраны войск Национальной гвардии Московской области. А второе место заняла команда средств массовой информации. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В гимназии номер 20 состоялась встреча юноармейских отрядов из Люберец и Дмитрова. В режиме мастер-класса школьники демонстрировали свои навыки. Подробнее в нашем сюжете. Мы должны помнить свою историю и только тогда у нас будет будущее. Юноармейский отряд «Беркут» сформирован на базе гимназии номер 20. Шесть лет назад. Сейчас он насчитывает 60 участников. В ряды юных солдат может вступить любой школьник с 1 по 11 класс. Групп у меня нет. У меня есть одно общее слово «команда». Это один общий коллектив. То есть семь ушло, семь должно прийти. Чувствуют друг друга плечо и твердую руку товарища. Олеся Тертычная вступила в ряды юноармейцев два года назад. И уже добилась результатов. Она командир отряда. Девушка собирается продолжить военную карьеру после окончания школы. Занятие проходит более вечерное время. Мы собираемся обычно часов пять. Тогда мы строимся. Обговариваем то, что у нас на ближайшее время. У нас есть отряды подрощенные, взрослые и маленькие. Маленькие, например, обычно идут разбирать автомат или готовить строевую. Мы также разбираем автомат и готовим строевую. Ребята проходят основы медико-санитарной подготовки, изучают военную теорию и историю. Сегодня военно-патриотическое объединение «Беркут» встречает гостей из Дмитрова. Юноармейский отряд «Гвардия за правду» организован в октябре 2021 года. Молодые мы стараемся, готовы учиться, принимать участие в соревнованиях и с помощью старших наставников к победе приходить. Встреча двух отрядов прошла в режиме мастер-класса. Мальчишки и девчонки демонстрировали свои навыки по сборке и разборке оружия, хождение по канату, преодолению этапа болота. Вот такие моменты, где юноармейцы работают с оружием, работают с военными дисциплинами, это, конечно, показательно и в духе сегодняшнего дня. Конечно, нам всем хотелось бы жить в мире, и чтобы никакие конфликты не тревожили наших детей. Чтобы вступить в ряды юноармейцев, необходимо принять присягу. Только после торжественной клятвы перед лицом товарища юному солдату вручают берет. Отряд «Беркут» активно принимает участие в соревнованиях среди юноармейцев по Московской области и имеет более шести кубков. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее! Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе отметили День православной молодежи. Для воспитанников воскресных школ Люберецкого благочиния в Центральном парке подготовили конкурсы и спортивно-игровую эстафету. Праздник для детей и их родителей проходит в Люберцах 15-й раз. День православной молодежи отмечается в первое воскресенье после Сретения Господня, одного из главных христианских праздников. Важное сообщение ребят в спортивно-игровой обстановке подчеркнул благочинный церквей Люберецкого округа священник Вячеслав Новок. Это не просто объединение молодежи, это прежде всего объединение христианской любви. Молодость – это движение. Оно быстрое, оно мгновенное. И человек должен задержаться немножко в детстве, но и самое главное, чтобы память об этом оставалась всю оставшуюся жизнь. Дети, когда встречаются друг с другом, они улыбаются, они радуются. На соревнованиях встретились девять команд из воскресных школ. Ребята проявили меткость, смекалку и спортивные навыки. Уже участвовал год четыре назад. Просто пояселиться и получить эмоции. Чтобы моя команда выиграла, чтобы радость была у всех. Своё мастерство проявили не только дети, но и взрослые. Владимир Тимоховский – врач. Воспитывает троих детей. Двое из них посещают воскресную школу. В спортивной игровой эстафете семья Тимоховских участвует уже пять лет. С Божьей помощью принимаем участие. Всегда весело, всегда здорово. День православной молодежи утвержден 30 лет назад на 14-й ассамблее глав всех поместных православных церквей. В России его отмечают с 2002 года. По благословению Святейшего Патриарха Алексея II. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 21 февраля, в День памяти священномученика Петра Маркова, в Красковском культурном центре состоялся спектакль «Имена, написанные на небесах». Представление посетил архиепископ Подольский и Люберецкий Акси. Подробнее в нашем сюжете. Протеерей Петр Марков долгие годы служил в Преображенском храме в Кореневе, а после его закрытия в Петропавловском храме в Малаховке. В 1938 году, во времена репрессий против духовенства, отец Петр был расстрелян. В памяти священномученики артисты православной театральной студии «Преображение» сыграли спектакль «Имена, написанные на небесах». Сначала мы репетируем, учим слова, потом нам всем распределяют песни. Если рассказы, стихи, было чуть-чуть страшно, когда занавес, а потом нет. Это не какая-то сказка, это серьезный спектакль. Возраст артистов от шести лет. Юные актеры работают наравне со взрослыми. В представлении участвует 26 детей. Первый раз спектакль показали три года назад. В честь Дня памяти священномученика Петра решили восстановить постановку с новым актерским составом. Во-первых, конечно, мы рассматривали документы, мы смотрели, мы говорили. Ну, потом они все знают этого святого. У нас храм вот рядом совсем, они туда ходят. Мы рассказывали о нем, что такой был обычный человек, священник, служил, ничего плохого никому не делал. И по ложному доносу своих прихожан был расстрелян. Архиепископ Подольский Люберецкий Аксий поблагодарил артистов и всех причастных к постановке. Владыка благословил ребят и отметил важность памяти о былых временах, чтобы гонения духовенства не повторились. И нас когда-то могут спросить, на какой ты стороне, с Богом или только внешне ты проявляешь свою религиозность, воцерковленность, а сердце твое далеко от него отстоит. Ребята, вам огромное спасибо. У меня даже нет слова благодарности, чтобы высказать и родителям, и всем тем, кто подготавливал. Православная театральная студия работает в Краскове с 2014 года. В репертуаре более 15 спектаклей. Из них активно идут 4. Ежегодно в мае проходят отчетные постановки коллектива. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Место, где оживают воспоминания. В музее истории и культуры поселка Малаховка открылась экспозиция «Советский быт». В небольшом помещении созданы тематические мини-выставки, которые помогают окунуться в атмосферу 60-80-х годов прошлого столетия. Увлекательный экскурс в историю СССР совершила и наша съемочная группа. Эта маленькая комната словно машина времени. Стоит только войти, и ты уже в совершенно другом мире. Но тот, кто застал СССР и первые годы постсоветского периода, в любом случае найдет что-то свое, знакомое с детства. Здесь собраны непременные атрибуты советской жизни. Атмосферу тех времен создают такие предметы, как бутылки из-под кефира, пакеты из-под молока. Ну и, конечно, такой знаковый предмет советских времен, как авоська. Кроме советского быта, в экспозиции отражена история Малаховки в послевоенные годы. Отдельная выставка посвящена МЭЗу. Посетив музей, молодое поколение может понять, как в то время работали, учились, отдыхали, занимались спортом, а старшие – поностальгировать о прошлом. Этих предметов у нас много и разнообразных, начиная от больших предметов, как шкафы, радиоприемники, столы, стулья. И это не точная документальная какая-то обстановка. Это ассоциативное такое видение нашего советского быта. Это лишь небольшая часть музейного фонда, связанная с тем временем. Жители поселка и по сей день охотно делятся артефактами советской эпохи. В дальнейшем сотрудники учреждения планируют проводить в новом историческом уголке тематические встречи и выставки. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Томилинском лесопарке в поселке Октябрьский состоялась лыжная гонка памяти заслуженного мастера спорта СССР Алексея Прокуророва. Любой желающий мог принять участие в соревнованиях. Подробнее в нашем сюжете. В Люберецкой лыжне 2022 приняло участие около 400 спортсменов-любителей из Москвы и Московской области. Забег стал традиционным и проходит уже в 31 раз. Сегодня здесь кто собрался, они уже первые, они победители, потому что здесь. Потому что оторвались от телевизора, от домашних дел и просто давайте насладимся общением, свежим воздухом, ну и естественно лыжами. Участники забега поделились на группы. Первыми соревновались мальчики и девочки до 12 лет на дистанции 1 километр. Затем был массовый старт для всех желающих. В финале выступили взрослые, более подготовленные спортсмены. Их маршрут составил 3 километра. Ну, скорее всего, самое лучшее время покажут у нас мужчины. Пока мы определили первых победителей среди юношей и девушек. Это не спортсмены, это любители, которые просто пришли сегодня и каждый год приходят к нам. Победителем среди детей стал Владимир Бологов. Он увлекается лыжами с 2017 года. Для Владимира это не первое соревнование. Принимал соревнования во многих. Например, в Манжосовской лыжня, лыжня Завьялова, лыжня Анфисы Ревцовой. Успех лыжника зависит от тренировок, очень больших тренировок и тренировок. Гонка прошла в рамках акции поддержки российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В спортивном комплексе «Триумф» прошли всероссийские соревнования по боксу класса А среди мужчин. В них приняли участие 108 спортсменов. Подробнее расскажем прямо сейчас. С 15 февраля на протяжении пяти дней лучшие боксеры из 15 регионов России соревновались в своих боевых навыках. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера России, мастера спорта СССР Александра Щедеркина и его учеников, мастеров спорта СССР Юрия Капитонова и Владимира Кузина. Они были воспитанниками Люберецкой школы бокса. Я до сих пор считаю себя женой Владимира. Мы 30 лет назад вместе с ним и с ребятами, с друзьями организовали этот турнир. Я благодарна ребятам, что каждый год они продолжают организовывать этот турнир. Спасибо судьям, что приехали со всех уголков нашей страны. Награда за победу в турнире класса А крайне высока. Победитель получает звание мастера спорта России. Боксеры демонстрируют высокий уровень. Среди них множество финалистов и призеров турниров страны. Два раза в самом главном критерии. Техника, тактика, волевые качества. Все вместе, все это дают, определяют победителя. Техника и волевые качества не подвели Тимура Варахова. Он стал победителем в категории «легчайший вес». 19-летний боксер начал свою карьеру 8 лет назад в Оренбургской области. Недавно переехал в Санкт-Петербург. И сейчас представляет этот город. Противник сегодня был очень хороший, подвижный, жесткий. Но где-то ему не хватило функциональной подготовки. Очень доволен. Есть еще, конечно, много ошибок, над которыми нужно поработать. Но в целом результат радует первое место. Мы еще будем работать дальше. Возраст участников соревнований от 19 до 40 лет. Спортсмены выступают в 11 весовых категориях. В супертяжелом весе одержал победу боксер из Люберец Владислав Комаров. Битрик Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова